Слово Романа. И сегодня более подробно расскажет о платформе. Никит, тогда передаю тебе слово. Коллеги, добрый день. Так меня слышно? Да, слышно хорошо. Да, отлично. Так, сейчас я начну шаринг экрана. Сейчас, секунду. Да, отлично. Давайте начнем. Мой доклад будет преимущественно про архитектуру. Сразу скажу, что я не буду проходить по каким-то кондициональным вещам, демонстрацию платформы. То есть этого в докладе нет, но если там будут какие-то вопросы или мы какие-то темы затронем, которые там так или иначе связаны с архитектурой, то можно будет, в принципе, попробовать открыть там какой-нибудь интерфейс, какой-нибудь модуль и посмотреть, как это выглядит, чтобы стало, наверное, более понятно. Давайте я начну с такой верхнеуровневой схемы, как это все работает. Значит, какие есть основные части посредственно визиологи. Да, вот она тут зеленым таким прямоугольником обозначена. На самом деле тут всего пять модулей, но их намного больше. Это скорее-таки логические блоки разделения функциональности. На самом деле их больше. Соответственно, первым основным и, наверное, можно назвать это ядром платформы является база V-Cube. Это собственная разработка, собственная аналитическая база данных. Значит, она хранит данные в колоночном режиме, и она их хранит в memory, то есть хранит все данные в оперативной памяти. Ну, там по аналогии, как это, например, работает в клике, по аналогии, как это работает в Power BI. Значит, что еще имеется? Имеется аналитический портал. На самом деле это все, что так или иначе связано с... Секунду. Так или иначе связано с дэшбордами, с отчетами, с рассылкой этих отчетов, с визуализацией, там, ну и так далее, с экспортом. То есть это все, что больше касается именно дэшбордов. Ну и отчетов, так еще иногда называют. Дальше у нас есть мобильное приложение. Соответственно, ну, есть два мобильных приложения, iOS и Android, его можно скачать. И, в общем-то, там будет удобная навигация, ну и плюс просмотр в режиме веба. Ну, то есть там прям веб-отчеты, они встроены, но с удобной панелькой навигации, с авторизацией и так далее. Есть также у нас модуль ввода данных, соответственно, модуль Smart Forms, так называемый. Это провод данных, контроль бизнес-правил и так далее. Но, опять же, там профункционально как-то выглядит эта тема, наверное, все-таки отдельной презентации. И есть модули интеграции с питоном. У нас довольно тесная интеграция, то есть не просто там какие-то вызовы питонов каких-то, да, где-то на каких-то серверах, там прям интегрируется окружение, то есть там нужно получить текущие там параметры дэшбордов, переменные фильтры, там пользователя конкретного, его там контекст авторизации и так далее. То есть как бы мы помимо выполнения этих питон, еще настраиваем окружение этих питон-скриптов перед запуском. Соответственно, какие есть, ну, пользователи, понятно, да, то есть это топ-менеджмент, сотрудники, аналитики, плюс дата-сайентисты, этот текст, ну и, наверное, такие продвинутые аналитики, которые вот пользуются питоном. Ну и база данных умеет забирать данные в режиме пул, то есть скачивать данные к себе. Она не только в этом режиме, она еще умеет в режиме пуш-дауна работать. Но вот здесь, то есть оба эти варианты, возможно, я про них расскажу. То есть она может как бы сама подключаться к источникам в режиме пул или пуш. Но также можно к базе VQ подключаться из внешних ETL-решений. То есть, например, у нас есть партнерство с Loginom, у них прямо есть коннектор официальный, то есть вы прямо из их конструктора можете загрузить данные к нам, то есть там код писать как таковой и для этого не нужно. Плюс, ну, есть, конечно, еще и другие промышленные стандарты написания ETL. И, к примеру, очень часто на нашем опыте партнеры пользуются в том числе Apache Airflow, и там у многих партнеров уже есть прямо наработанные коннекторы, там с загрузкой, с инкрементальной загрузкой, там с возможностью редактирования моделей и так далее. Ну и плюс есть наш собственный Open Source ETL, V-Extract. Он для, скорее, тех, кто разбирается в питоне, и он больше приспособен именно к написанию всего на питоне. Значит, что еще важно? Важно, что вот эта вот интеграция, она происходит с помощью нашего публичного API, REST API, он полностью документирован, у нас полностью открытая документация, вы можете скачать, ну, вы можете у нас ее скачать на сайте, получить к ней доступ, посмотреть этот REST API. И важно отметить, что там, ну, он публичный и имеет обратную совместимость. То есть вы можете не переживать, что при обновлении платформы у вас там отвалится какая-то национальность. Значит, какие еще есть точки интеграции? Есть еще интеграции с вашей IT-инфраструктурой. К примеру, вы можете интегрировать систему с каталогами пользователей. К примеру, можно интегрировать с LDAP, можно интегрировать с AD Active Directory, можно интегрировать с OpenID Connect системами. К примеру, OpenID Connect. Многие поддерживают тот же майкрософтовский Active Directory, Federation Service его поддерживает. Его поддерживают такие сервисы, как Kiklog, OpenID Connect сервер, ну, и всякие публичные, скажем так, сервисы, типа там Google, Яндекса, ну, и всякие другие, даже, возможно, государственные сервисы типа ESEA. То есть это широко распространенный протокол, который включает в себя в том числе Single Sign-On. Ну, и плюс с точки зрения Single Sign-On, мы в том числе поддерживаем еще и Kerberos. То есть если у вас есть там Active Directory сервер, и вы хотите, чтобы при входе... после того, как вы авторизовались на виндовой машине, вы хотите, чтобы сразу в платформе система авторизовалась, это тоже все можно сделать. Значит, что еще есть? Еще есть возможность интеграции с почтовыми сервисами для рассылок. То есть у нас в платформе есть встроенная возможность рассылок отчетов. То есть вы можете настроить там рассылку по расписанию, скриншотов, или сделать выгрузку в Excel, или ее выгружать, или там в PDF, в Word, в PowerPoint. Это тоже все можно делать. Это все работает. Ну, и для этого вам нужно, конечно, настроить интеграцию просто со своим почтовым сервисом. Плюс есть возможность интеграции с системой мониторинга. Вот часто Zabix используют. То есть у нас есть своя встроенная система мониторинга, которой я которую еще покажу. Но есть возможность тоже интеграции с существующими системами, вашими системами мониторинга. Значит, ну и важно сказать, что система поставляется в виде докер-контейнеров. Соответственно, она поставляется в виде докер-контейнеров, и поэтому устанавливается на Linux операционных системах. Я дальше еще там про конкретные Linux дистрибутивы расскажу. Значит, установка платформы, в ней нет ничего сложного. По сути, это там запуск установочного скрипта с переданными параметрами. Этот скрипт все сам делает. То есть там не нужно чего-то там сильно руками настраивать, изменять, нет. То есть просто запускаете скрипт и передаете там определенные параметры, и платформа начинает работать. Опять же, с тем, как это делать, то есть как разворачивать платформу, можно зайти в нашу публичную документацию, ну и, в общем-то, там это дело изучить. Соответственно, да, ну и с помощью ETL-а понятно, что вы можете там и к любому хранилищу подключиться, и к любой информационной системе, и перегнать эти данные прямо напрямую вырастать и к нам, либо какое-то использовать промежуточное хранилище. Ну и плюс мы в самой платформе есть прям настройка, прям можно из самой платформы загружать данные из смежных систем. Значит, давайте вот как раз про V-Cube я немножко расскажу. Значит, еще раз, да, что это такое? Это наша собственная разработка, это колоночная InMemory СУБД. Значит, мы ее разрабатываем уже довольно давно, то есть там на протяжении, наверное, лет 6-7 мы ее разрабатываем. Соответственно, ну, в общем-то, это именно база данных, созданная по канонам колоночных баз данных, именно для того, чтобы уметь очень быстро обрабатывать аналитические запросы. То есть то, что она колоночная, это делает ее еще и, ну, дает ей возможность очень хорошо сжимать, в том числе, данные. То есть по сравнению с RAW-форматом считается, что колоночные базы примерно там, ну, плюс-минус, конечно, но вот в 10 раз это такое нормальное сжатие. То есть она хоть и колоночная, но она все равно сжимает данные, поэтому в память, в принципе, может поместиться довольно большим объемом. Плюс она параллелит, то есть она распараллеливает обработку запросов на доступные ядра, на доступные ядра системы. Соответственно, если, то есть она оптимизирована на то, чтобы очень быстро, используя там ресурсы в ArtPool, на все ресурсы вашего процессора, ну, или там часть, если вы настроите, не все, очень быстро посчитать конкретный запрос. Вот, собственно, точно так же работают все там плюс-минус известные решения и в Power BI, там, если вы знаете, у них встроен VertiPack, он ровно так же работает этой memory базы, которая тоже там параллелит вычисления на всех своих ядрах. На самом деле, по умолчанию, вроде бы на половине ядер это делает, но тем не менее. В принципе, у нас тоже можно, если вы хотите ограничить количество используемых ядер, то вы можете это сделать и у нас. Поэтому, если вы хотите, там, быстрее уметь обрабатывать запросы, то первое, что вы можете сделать, и самое простое, что вы можете сделать, это просто добавить больше ядер. Да, то есть вы даже можете в рамках одной машины очень хорошо вертикально масштабировать нагрузку, не прибегая к каким-то кластерным решениям, про которые я еще расскажу и так далее. То есть если ваша задача реально не там про отказоустойчивость больше, а про именно высокую скорость обработки запросов, то вот колонна, ну, вот SubBDVCube полностью поддерживает эти кейсы просто. То есть достаточно просто добавить ядер, и система автоматически распределить эту нагрузку между ядерами. Если у вас, конечно, в рамках одной машины не хватает этих ядер, то вы можете дальше уже развернуть кластерную систему, а в ней я тоже дальше расскажу. Здесь есть ссылка на наш хаброблок, там более детально разобрана технология, как это работает под капотом и так далее. Но в целом подход довольно классический и применяется он во многих системах, на самом деле, в том числе в Power BI, в 3K и так далее. Значит, как попадают данные в Vcube? Значит, на самом деле у Vcube есть два режима основных работы. Первый — это in-memory режим. В этом режиме данные регулярно попадают в оперативную память. То есть мы настраиваем регулярные обновления, то, как вы, например, делали это в Power BI, да, то есть говорите, там, каждый день, там, три раза в день вы загружаете эти данные, и вот они каждый день полностью перезагружаются. Причем у нас вы можете настроить загрузку по табличным. То есть вы можете, например, одну таблицу в одно время грузить, две таблицы в другое время грузить, не обязательно всю модель полностью перезагружать. Вы это из UI именно можете делать, настраивать разные... настраивать разный скедлилинг загрузки в in-memory. Если же у вас кейс такой, что вы хотите загрузить, но еще потом в течение дня инкрементально, например, догружать, ну, или не в течение дня, там, а в течение недели, то есть там каждую неделю вы полностью перезаливаете, а еще хотите догружать данные, то здесь нужно комбинировать подход. То есть вы настраиваете регулярные обновления, ну, и плюсом вам нужно, используя наш REST API, догружать эти данные, которые инкрементальны. Это тоже можно делать. То есть вы можете там часть данных почистить, часть данных добавить, и, соответственно, таким образом реализовать более частую инкрементальную загрузку. Значит, в случае in-memory регулярного обновления мы поддерживаем, во-первых, файловые источники, то есть вы можете из CSV-шек, из Excel грузить, вы можете эти файлы, в том числе, как бы, из своего локального компьютера паблишить, а можете на сетевом хранилище хранить эти файлы. Ну, например, у вас на сетевом хранилище там CSV-шек, это какие-то же документы, которые регулярно обновляются, то вы можете настроить vCube так, чтобы он эти документы регулярно забирал из вот этих вот сетевых хранилищ. Ну, чтобы руками каждый раз через браузер или через рабочую машину не загружать эти данные. Ну, есть, на самом деле, второй подход, это подход roll-up. В этом подходе данные не хранятся в in-memory. В этом подходе мы генерируем SQL-запросы в ваше хранилище. И тут начинается различие, значит, от in-memory. Значит, в режиме in-memory поддерживается любая база данных, поддерживающая GDBC. Это мы говорим про Postgres, Postgres Pro, Arena Data, там, я не знаю, Oracle, MySQL, MSSQL и так далее. То есть все, на самом деле, большинство баз поддерживают GDBC. И вот с ними всеми можно загрузить, вот их все можно загрузить в in-memory. Но в roll-up в режиме, когда... То есть это pull-режим, да, загрузки, будем его так называть. А вот это roll-up, это push-down режим. По сути, аналог директ-квери в Power BI, аналог директ-дискавери, по-моему, это называется, в клике, в этом режиме поддерживаются не все хранилища. То есть здесь мы говорим о поддержке клик-хауса, мы говорим о поддержке Arena Data Quick Marts, который на самом деле у себя содержит клик-хаус, да, и внутри. И это, на самом деле, две основные базы, на которые мы делаем упор и с которыми наш роудмап максимально синхронизирован, потому что мы видим в этом будущее именно аналитических витрин. Но в том числе в режиме roll-up работает Postgres, работает GreenPlan, работает Arena Data DB, по-моему, так она называется, это вот который аналог GreenPlan. Соответственно, в этом режиме, ну, просто мы пытаемся максимально строить, максимально оптимальный SQL-запрос на конкретное хранилище. То есть если это клик-хаус, мы стараемся вот в рамках специфики клик-хауса послать запросы оптимальные именно вот в контексте клик-хаусных, да, потому что все-таки SQL-диалекты различаются, в разных базах они разные, и надо генерировать разные запросы для достижения оптимальной производительности на разных SQL-диалектах. Вот. Но еще важно понять, что, ну, поверх этих двух режимов все равно существует наша метамодель данных. Соответственно, она работает и с тем, и с тем режимом, и она, по сути, абстрагирует эти режимы от непосредственно аналитика. Ну, и от тех, кто, например, дэшборды создает, кто там селл-сервис аналитикой занимается и так далее. То есть аналитик не... То есть когда уже загружена, например, таблица или настроена таблица в режиме roll-up, аналитик с ними работает так, как будто бы он не знает про существование memory или roll-up. Он единственное, где у него там возникнут, могут возникнуть проблемы, если он захочет прям комбинировать в рамках одного виджета там какие-то вещи, где придется, например, джойнить in-memory с roll-up, а вот здесь это не заработает. Но, например, аналитик может создать дэшборд, например, сделать фильтр по каким-то категориям продуктов. Этот фильтр категории продуктов будет забирать справочник из in-memory, потом там ниже график, который показывает там по датам сводную информацию, и этот график из in-memory работает, а ниже табличка, например, сводная или обычная с пейджингом, которая детальной информации из roll-up потянет. И можно это сделать в рамках одного листа. Пользователь там будет кликать фильтр. На фильтре будет кликать разные там категории, и будут фильтроваться одновременно и один, и виджет, который работает поверх in-memory, и виджет, который работает поверх roll-up. То есть вот этот вот слой абстракции, он на самом деле есть, и он удобен. Из аналогии можно привести разделение в Power BI. У них есть том, Tableau Object Model. Это, по сути, метамодель. Вот это вот аналог нашей модели на самом деле. А вертипак – это аналог нашего in-memory engine, а roll-up – это аналог их direct query. Ну, у них тоже как бы вот эта модель, она поверх находится и direct query, и in-memory, и вы с этой моделью уже работаете так, как будто бы там либо одно, либо другое. Для вас это уже не столь важно, скажем так. Это становится важно только, когда вы начинаете эту модель обновлять, загружать, менять. Но когда вы делаете дэшборд, например, просто отчет, то это уже становится не так важно за счет вот этой абстракции. Дальше я… давайте я посмотрю, может, какие-то вопросы есть. Далеко не ушел. Да, есть два вопроса. Давай пока ответим. Если хочешь, я зачитаю. Да нет, я вижу. Значит, просьба рассказать, как данные хранящиеся в памяти в YouTube в процессе работы системы синхронизируются с данными на диске. Значит, происходит это следующим образом. Значит, данные хранятся в памяти, но можно… но они периодически создают свой снапшот на диске. Вы можете управлять процессом вот создания этих снапшотов на диске. Вы можете это либо настроить частоту сохранения снапшотов на диске, либо можно через API это принудительным образом делать. Например, если вы хотите там из какого-нибудь вашего ETL сохранить. То есть, например, у вас есть ETL, который грузит данные на… который грузит данные на… в Unmemory, да, вот Vcube он загрузил данные, но вы хотите тут же там создать снапшот, например. Вот вы это в вашем ETL можете сделать. Можете сначала загрузить, потом вызвать команду на создание снапшота. Ну, либо сделать это просто по расписанию. Значит, разъясните, пожалуйста, все-таки колоночная, СУБД или АЛАП, так как это две различные технологии платформы. Значит, это не СУБД в классическом понимании. То есть вы не можете взять этот Vcube так же, как вы, например, не можете взять вертипак из Power BI, там условно, да, достать и пользоваться как СУБД. Это скорее внутреннее хранилище, внутренний engine, который быстро умеет обсчитывать аналитические запросы. Но то, как он работает, формат хранения данных, он колоночный, и он является in-memory. И он очень сильно адаптирован на те запросы, которые генерирует непосредственно платформа. Но это вот то, как вот похожим образом работает это в том же Power BI. То есть есть внутренняя база данных, вот, которой никто доступ напрямую получить не может. Но она умеет очень быстро обрабатывать группай запросы, она очень быстро строит очень классные индексы, она очень классно зажимает данные. Но там используются именно технологии колоночного хранения, используются технологии там различных сжатий, там, dictionary, RLE, там, ну, в общем, разные другие форматы сжатия. И они, и вот эта внутренняя база данных, она на самом деле не знает про метамодель. Она не знает про вот эту ALAP-модель вокруг, да. То есть можно сказать, что у Power BI есть вот этот вот tabular object model. Это вот такая вот аналог, что ли, ALAP. Это вот такая модель описания их взаимосвязи между таблицами и так далее. Вот этот внутренний engine, он также и у нас, он не знает о вот модели, которая поверх него находится. Он умеет очень быстро агрегировать запросы и очень сильно адаптирован конкретно под те кейсы, которые нам важны внутри нашей платформы. А поверх этого есть вот метамодель данных. У нас она больше похожа на ALAP, например, чем, наверное, в том же Power BI. У нас есть группа показателей, измерения, и вы их... Ну, то есть если там пройти, наверное, там, наше обучение или какую-то презентацию по функциональности, станет более понятно. И, соответственно, вы настраиваете эту метамодель поверх нашей внутренней базы, где вы, по сути, настраиваете маппинг. Если вы говорите, что вот эта группа показателей, она смотрит на вот эту вот таблицу в InMemory. Вот это измерение связывает вот эти вот две таблицы, например, и так далее. Да, классно, что написали, что понятно. Обратная связь – это прям очень круто. Значит, есть ли... Значит, ограничения в InMemory. Да, конечно, ограничения есть. Ну, имеется в виду ограничения. Они в основном связаны с... в невозможности хранить очень большие объемы данных. И я об этом сейчас дальше буду рассказывать. У меня как раз про это будет отдельный вот сейчас рассказ. Так, давайте продолжим. Ой, это я слишком сильно. Значит, я сейчас расскажу несколько вариантов развертки платформы. Это, конечно, не все варианты возможные, но такие концептуально важные, которые, в общем-то, можно брать за основу. Ну, исходя из этого, станет понятно вообще, как работает платформа. Значит, первое, что еще раз хочу сказать, что система поставляется в виде докер-контейнеров. Соответственно, все вот эти вот компоненты, которые я дальше буду показывать, это на самом деле компоненты, которые развертываются в виде докера. Значит, представим, что у нас есть пользователи, аналитики, обычные бизнес-пользователи, которые просто смотрят отчеты, а не пользуются, там, неважно, андроидами, айфонами, своими, ну, там, браузерами на своем дисктопе. И, значит, как происходит пайплайн вообще обработки запросов и работы с платформой. Значит, первым логическим слоем, который есть в платформе, является слой аппликейшена. Здесь, на самом деле, намного больше компонентов. Здесь компоненты есть еще экспорта, скедлинга, там, балансировки и так далее, и много чего остального. Но здесь именно упор идет сейчас на то, как на дэшборды будет идти и на обработку и хранение данных для этих отчетов, потому что это все-таки самое основное, на мой взгляд, от чего дальше уже все остальные компоненты зависят. Значит, задача вот ноды аппликейшена, то есть общаться с пользователем, хранить дэшборды, хранить отчеты, хранить, там, выгружать это в экспорт, ну и так далее. И хранить кэш. Значит, разные пользователи могут генерировать одни и те же запросы к данным. Да, то есть, например, там, зашли пользователи, выбрали одни и те же фильтры на дэшборде, и, например, у них один и тот же набор прав данных. Прав, там, object-level security, прав role-level security, про которые тоже еще расскажу. В этом случае они попадут в кэш. То есть их запрос уже не будет обрабатываться аналитическим движком для того, чтобы минимизировать. Это, на самом деле, очень сильно помогает, особенно в кейсах не self-service, а особенно в кейсах, когда у вас там есть дэшборды, например, которые публикуются на каких-то, там, не знаю, открытых сайтах, на открытых порталах, где не столь важен кейс self-service, а сколько там небольшой набор фильтров, и люди видят какую-то сводную информацию с малым количеством там уникальных фильтров, уникальных разрезностей, прав и так далее. В этом случае кэш очень сильно спасает. То есть по опыту я могу сказать, что кэш в 10 раз, а то и больше, повышает вообще пропускную способность платформы, а то и в 100 раз. Если там реально дэшборд относительно простой с точки зрения количества фильтров и так далее, то прям это очень сильно повышает скорость обработки запроса. Ну и, соответственно, кэш, как я уже сказал, он учитывает фильтры, учитывает права пользователей. То есть если пользователи открывают один и тот же дэшборд, но у них все-таки разный набор правовых запросов, то, конечно, там из кэша ни в коем случае этот ответ не отдастся, чтобы, не дай бог, там пользователь не увидел информацию, которую он не может видеть, потому что у него на нее нет прав. Соответственно, дальше в случае, там, если действительно запрос уникальный, его нужно, он не попал в кэш, его нужно рассчитать, ну или пользователь там селл-сервисом пользуется. Ну даже в рамках селл-сервиса, на самом деле, если пользователь генерирует один и тот же запрос, то он попадет в кэш. Но, допустим, он не попал в этом случае. Ну или для того, чтобы модель подредактировать, да, для этого вот существует нода B-Cube, которая, в общем-то, занимается тем, что управляет, во-первых, моделью данных, во-вторых, в общем-то, хранит данные в in-memory и умеет их очень быстро обрабатывать. Соответственно, в этом случае мы говорим про именно режим, когда вы загружаете данные в in-memory. То есть вы можете либо настроить прям в UI, чтобы периодически данные, как я уже сказал, скачивались, а можете настроить из вашего REST API, например, инкрементально догружать в in-memory, в in-memory, загружать данные. Ну и файлы тоже там Excel, CSV, сетевых папок, это тоже все в этом режиме работает. Значит, какие есть в этом режиме преимущества, основные недостатки? Значит, первым таким преимуществом является простота загрузки и настройки модели. Так как тут все в in-memory, все нативно, все внутри нашего периметра, то понятно, что вот этот режим мы максимально смогли упростить с точки зрения именно работы аналитика, с точки зрения пользователя. То есть тут все максимум делается через UI с минимальным количеством ограничений. Плюс он прост еще, потому что здесь нет никакого кластера, за ним не надо следить. Это просто там в одном экземпляре поднятый VQ, в одном экземпляре поднятый application нода. В общем-то все предельно просто. Здесь происходит высокая производительность на небольшом объеме. Соответственно, за счет того, что все-таки опять же это in-memory, за счет того, что все запросы там обрабатываются на нашем родном engine, здесь будет самая максимальная производительность. Но тут написано на небольшом объеме. Небольшой объем – это не значит, что это там миллион строк или 10 миллионов строк, это может быть больше. Небольшой скорее относительно того, что вы бы могли грузить на дисковые базы данных, в режиме RELAP, например. Об этом мы тоже поговорим. Но можно и в in-memory грузить большие объемы. Вопрос, что это нужно делать с умом, особенно когда там это уже десятки миллионов строк. Об этом я тоже дальше скажу. Здесь нет никаких ограничений по функциональности. Здесь полностью все, что платформа может, все вычисления, какие платформа может делать, всякие накопленные итоги, фискальные календари, всякие итоги под итоги. Все это платформа может в этом режиме реализовывать. Из коробки, из UI, без прибегания к каким-то скриптам, кастомным реализациям и так далее. Какие недостатки? Ну вот мы затронули тему небольшого объема данных. Здесь написано, вот у меня на слайде, что количество строк именно в одной, не во всех, не в сумме, а именно в одной таблице фактов, меньше 50 миллионов. Но важно сказать, что это не строгое ограничение. Мы не говорим, что нельзя ни в коем случае загружать больше 50 миллионов. Мы лишь говорим о том, что когда это 50 миллионов и больше, нужно смотреть уже на то, как в вашем конкретном случае платформа будет себя вести. И надо учитывать многие факторы. То есть когда вот меня спрашивают, а вот у нас есть 100 миллионов строк, вот какое железо? И я всегда как бы отвечаю, что много факторов, их надо все учитывать. Во-первых, фактор – количество строк. Во-вторых, фактор – насколько сложная ваша модель, насколько сложные связи там в этой модели. Дальше говорим, насколько различна кардинальность данных, сколько уникальных значений в строчках. Если вы там будете грузить 50 миллионов, и каждый столбец это будет какой-нибудь там уникальный ID транзакции, 50 миллионов уникальных транзакций, 10 миллионов групп этих транзакций, и вы начнете по ним там агрегировать, ну, понятно, что это может работать медленно, чем там если бы у вас там по 5 уникальных значений было или по 10 столбцов, потому что данные хуже сжимаются, они больше занимают место в оперативной памяти там и так далее. Потом от чего еще зависит? От количества конкурентных пользователей. То есть сколько пользователей в конкретный момент времени смотрит ваш тэшпорт. Дальше говорим, от чего зависит, от кэш-мисс, да, то есть от того, сколько реально запросов у вас попадает в кэш, а сколько не в кэш. Потому что, опять же, если это у вас, там, я не знаю, какой-то дэшборд, в котором там один фильтр, и в нем там 10 уникальных значений, да, то всего будет 10 условно уникальных запросов этого дэшборда. Когда их все 10 прокликают, то дальше все будет из кэша, и все будет летать вообще. Даже если у вас там в таблицах были сотни миллионов строк. Но если у вас там на одном дэшборде все, которые, возможно, только фильтры выведены, их там 20 штук, и пользователи там всеми этими фильтрами начинают пользоваться, то тут уже в кэш мало что может попадать, только, возможно, первые какие-то открытия этого дэшборда, возможно, какие-то самые используемые там значения фильтров, а все остальное будет промахиваться мимо кэша и попадать на слой аналитических обработок, и это будет все там медленнее работать. Следующее, от чего зависит, это характер вообще вашей нагрузки. То есть у вас может быть, например, тысяча пользователей в системе, но они себя могут по-разному вести. У вас могут быть какие-то сезонные просмотры дэшбордах, например, там каждый понедельник в 9 утра пользователи заходят и смотрят дэшборды уникальные по себе. Ну, например, там есть какие-нибудь, не знаю, почтовые отделения, да, по всей стране, и люди заходят на почтовое отделение, и каждое почтовое отделение в 10 утра смотрит уникальные дэшборды, то есть со своими фильтрами, со своими правами, по своему почтовому удавлению. Все вот в 9 утра это делают, потому что они там готовят какую-то утреннюю аналитику, там, я не знаю, да, или какие-то отчеты готовят, то понятно, что в этот момент у вас будет очень высокий пик нагрузки, и тут совершенно другие это могут быть требования к железу, к вашей модели, чем если бы у вас эта нагрузка все-таки была равномерной, у вас этих пиков бы не существовало, вот таких естественных, да. Поэтому всегда нужно учитывать все факторы. Нет какого-то одного, который вот мы можем выделить, и на основе него принять решение о том, там, подойдет мое железо или нет, моя модель оптимальна или нет, то есть всегда я призываю, что вы должны в своем конкретном случае смотреть, как у вас это будет работать, и тестировать ваш конкретный случай. И если у вас есть подозрение, что у вас сложный кейс, какой-нибудь enterprise кейс, то вам нужно проводить нагрузочное тестирование, вам это нужно делать своими силами. Никто не проведет нагрузочный тест лучше, чем вы, потому что никто не будет учитывать вашу специфику так глубоко, как вы ее знаете. То есть либо это, если даже это кто-то делает, то вам надо это очень четко контролировать, что вот все параметры, которые у вас есть, они реально учтутся в этом нагрузочном тесте. Но это все справедливо, когда реально количество данных уже десятки миллионов строк больше, когда сложная модель, когда все просто, не знаю, сотни тысяч строк, миллион и так далее, то, возможно, не стоит так сильно на это концентрироваться, на этом работает и хорошо. Когда возникнет проблема, тогда уже будем думать. Такой вариант тоже есть. Если вы знаете, что там сильного расширения не будет по нагрузке, то, в принципе, можно сильно так в это, на мой взгляд, не погружаться. Ну, еще важно сказать, что такие ограничения, они на самом деле есть у всех. То есть если вы возьмете какой-нибудь Power BI, ну, вы 10 миллионов строк на хорошей машине можете так настроить, что оно будет убивать систему напрочь. Там какой-нибудь трехэтажный DAC-запрос делать, какую-нибудь сложную трехэтажную модель, там, снежинку какую-нибудь с кучей там уникальных значений справочников гранулярности, то там ровно та же проблема. Это не что-то уникальное конкретно у нас. Это везде так, и я бы сказал, что везде нужно проверять и учитывать все эти факторы. Значит, недостаток. Да, вернемся еще вот к in-memory. Значит, объем данных ограничен, объем оперативной памяти. Ну, понятно, да, все. То есть данные грустят в in-memory, поэтому будьте готовы к тому, что если у вас много данных, вам нужно много оперативной памяти. Соответственно, ну, бывает, сразу могу сказать, что бывает очень серьезно, на самом деле, машины с большим объемом оперативной памяти и по терабайту оперативной памяти делают машины и так далее. То есть объем оперативной памяти – это не обязательно там 16 гигабайт, 32, это и 200, и 300, и 500, может быть, и так далее. Но надо смотреть в вашем конкретном случае, что конкретно подходит. В принципе, железо сейчас не такое там дорогое, как было там несколько, может, лет назад. Частота обновления данных в режиме in-memory – это все-таки относительно небольшое количество раз. Почему так? Ну, потому что если вы делаете не инкрементальную загрузку через REST API, а полную, да, вот используя там UI или через REST API, тоже можно это настроить. За счет того, что перегружается там полностью таблица, опять же, я говорю, что не вся модель, а вы можете одну таблицу перегрузить. Но тем не менее, если в таблице, например, 50 миллионов строк, то вы не можете ее перегружать там каждую минуту, да, скорее всего, потому что просто не будет системы успевать это делать. Поэтому здесь рекомендация, вот, один-десять раз в день вы перегружаете одну таблицу. Но это не значит, что это жесткая граница. Это не значит, что больше десяти раз ни в коем случае нельзя. Может, это у вас там сто строчек в таблице справочных, но вы можете его чаще перегружать на самом деле. Но опять же, нужно смотреть ваш конкретный случай, потому что перегрузка, например, даже справочника приводит к тому, что сбрасывается кэш. Да, и чем чаще вы обновляете данные, чем чаще сбрасывается кэш. Об этом тоже нужно помнить и учитывать. Кстати, это тоже один из факторов, вот, про количество строк и про нагрузку. Да, то есть частота обновления данных тоже влияет на то, какую пропускную способность будет иметь ваше решение. Соответственно, так, идем дальше. Да, это не строгое ограничение. Есть у нас партнеры, которые там и каждые 15 минут загружают. Но, опять же, тут нужно себе отдавать отчет о том, к чему это может привести. Я бы сказал, что эти кейсы нужно желательно проверять перед тем, как вот выходить за эти рамки. Значит, это мы рассмотрели кейсы in memory. Давайте я посмотрю вопросы. Да, пара вопросов есть. Кэш можно подогревать по расписанию, возможно, настраивать время его хранения. Значит, прогрев кэша, во-первых, автоматически есть по дэшбордам, по вот первоначальным, скажем так, представлениям этих дэшбордов. То есть, если вы создаете на 50 дэшбордов, то даже если вы обновляете данные, вот кэш, который формируется при открытии именно этого дэшборда, вот первое то, что вы видите, да, вот вы открываете портал, открываете дэшборд, и вот первый дефолтный набор данных, он всегда прогревается автоматически. Его не нужно как-то прогревать. То есть, вот это сделано в том числе для того, чтобы улучшить UX пользователя, чтобы пользователь, когда заходил на дэшборд, он сразу видел картинку. Да, он там потом выберет фильтр, и оно может уже дальше грузиться, но вот первое отображение он всегда увидит из кэша. Но если вы хотите прогревать кэш, на самом деле это сводится к тому, что вам нужно просто запросить данные. То есть, нету там какого-то специализированного API по тому, чтобы этот кэш прогрет. Вы можете просто послать аналитический запрос, и он автоматически прогреется. То есть, если в следующий раз откроется, пошлется такой же запрос, то он уже попадет в кэш. На самом деле это часто и в других системах похожим образом делается. Значит, время хранения его в UI настраивать нельзя, он автоматически управляется. То есть, этот кэш управляет кэшом платформы, но есть API по его сбросу. То есть, если вам нужно, например, у вас есть ETL, да, вот я уже говорил это, но еще раз дать. То есть, если есть ETL ваш, и вы хотите в рамках этого ETL его там сбрасывать, этот кэш, или прогревать, в этом можете делать через API. Вот, да, как-то так. Пока данные перегружаются в InMemory, с какими данными работают пользователи на дэшбордами? Они работают с теми данными, которые есть в InMemory. То есть, это о чем говорит? О том, что он не будет видеть ошибок. Значит, это работает в таком режиме, что грузится копия одной таблицы, и потом она как бы за один проход, за одну транзакцию переключается. То есть, пользователи не заметят, как у него что-то пропало, поломалось, он в момент времени будет видеть, ну, следующий снапшот данных условно, да. Это требует дополнительной оперативной памяти. Такой режим, то есть, опять же, у нас не вся модель грузится, а одна отдельная таблица может грузиться. То есть, в момент загрузки у вас будут храниться две копии одной таблицы. Они будут сжаты там и так далее, но все равно для того, чтобы гарантировать вот это вот единомоментное переключение, нужно хранить обе таблицы в памяти. И ровно так это и происходит, и поэтому нужно дополнительное место в оперативной памяти для этого кейса. Но можно, вроде бы у нас это есть, вроде бы мы это не выбирали, выключить этот режим. Например, вы хотите... Ну, у вас мало оперативной памяти, вы не хотите ее на это тратить, то можно пожертвовать пользовательским UX-ом, каким-то удобством, что там ничего страшного, если, например, пользователь видит ошибку. Можно и просто удалять эту таблицу и грузить новую, но вот в момент перезагрузки пользователь видит ошибку. Но на самом деле лучше, конечно, первый вариант, и он дефолтный. В этом случае пользователь не увидит каких-то проблем. Кэш очищается весь или только часть? Кэш очищается весь. Так, ну и на самом деле нужно понимать, за счет того, что как бы все в in-memory, то, конечно, многие вещи, они очень быстро обсчитываются. В принципе, там, этот кэш, он часто даже не дает какого-то большого буста. То есть он дает именно в те моменты, когда очень много однотипных именно запросов. В режиме салф-сервиса он не очень-то сильно, в принципе, помогает. Просто вот по специфике работает везде, на самом деле, так. В других системах это ровно так же. Значит, мы рассмотрели in-memory. Давайте теперь перейдем к следующему режиму. Режим, давайте представим, что у нас теперь добавилось больше конкурентных пользователей. Что мы можем сделать? То есть мы хотим держать большую пропускную способность, имея ту же по объему модель данных. То есть у нас было, не знаю, 50 миллионов строк, но пользователей стало не 100, а 200 конкурентных. В этом случае мы можем добавить еще одну ноду, ноду именно VQube. Ну, потому что application нода на самом деле редко бывает bottleneck. Чаще всего в аналитических платформах bottleneck является именно та часть, которая, собственно, отвечает за обработку аналитических запросов. Поэтому в этом случае рекомендация добавить еще одну ноду VQube. Соответственно, VQube начинает работать в режиме primary-secondary репликации. В этом случае, соответственно, два типа VQube появляется. Значит, первый это primary, и он отвечает за все управляющие воздействия. То есть грузим данные мы в primary, управляем моделью мы в primary. Значит, secondary нода же, она просто в режиме асинхронной репликации получает постоянно обновление с этой primary ноды и синхронизирует свое состояние из состояния primary ноды. В этом случае, как только она, значит, синхронизировала свой state, свое состояние, запросы, аналитические запросы пользователей, если они не попадают в кэш, они начинают попадать, балансироваться между двумя серверами, тем самым выдерживая в два раза большую нагрузку на систему. Соответственно, да, и опять же я повторюсь. То есть это нужно, когда у вас все-таки на одной машине уже не выдерживают. То есть еще вариантом масштабирования является просто добавление ядер вот в этом режиме. То есть внутри VQ у вас, предположим, там 8 ядер. Да, то есть вопрос. Если вам нужно просто добавить там больше пользователей, и у вас есть возможность добавить ядра, не знаю, там, на другую виртуальную машину поднять, на другой сервер приехать, там, добавить еще один процессор, поменять процессор, то часто проще просто добавить этих ядер в систему и уже не усложнять свою инфраструктуру еще одной нодой, за которой надо следить, и которая добавляет ряд там недостатков, которые, в общем-то, любая кластерная система в любом случае добавляет. Поэтому, если у вас там ядра закончились, рекомендуется дальше, ну, или нет возможности их как-то добавить, рекомендуется переходить к кластерному режиму. Значит, какие преимущества? Ну, больше конкурентных пользователей, понятно, за счет того, что у вас просто больше серверов. И, кстати, может быть, не обязательно два, вы можете добавлять еще секунд-дри ноды, там, одну, две, три и так далее. Значит, высокая производительность, да, то есть мы говорим о том, что объем данных сейчас тот же. Мы не увеличили количество строк в таблице. Все, что мы сделали, это увеличили количество именно конкурентных пользователей, конкурентных запросов, там, и так далее. Но данных осталось столько же, поэтому мы говорим небольшой объем. Небольшой объем, он небольшой, потому что это все еще оперативная память, мы не храним ничего на диске, вот сколько на вашей оперативной памяти поместилось, столько и запросов, в общем-то, обработается. Ну и надо понимать, что количество оперативной памяти и на primary ноде, и на secondary ноде должно быть одинаковым. То есть если у вас было 128 гигабайт памяти, да, и вот туда только модель помещалась, то, соответственно, эта модель будет полностью скопирована и на secondary, но это значит, что вам и здесь нужно 128 гигабайт оперативной памяти. Кстати, и в том числе поэтому актуальнее все-таки стараться вначале добавить просто количество ядер, ну, просто потому что память будет использоваться одна и та же. Да, там, когда добавляется конкурентный пользователь, он еще требует дополнительно оперативной памяти. Да, но все равно часть есть общая, которая не будет дублироваться в случае вот такого режима. Значит, нет ограничения, все еще нет ограничений по функциональности. Все еще мы не прокидываем запросы в режиме RALAP, все еще мы храним полностью все в своем периметре и ничем не ограничены, потому что мы полностью контролируем наше хранилище, нашу модель и так далее. Значит, какие недостатки? Ну, во-первых, более сложная настройка и поддержка, ну, потому что это кластер, это значит, что у вас уже как минимум два сервера, ну, потому что в рамках одного сервера нет смысла поднимать два гигаба, потому что можно просто ядер увеличить количество на этом сервере. То есть это, скорее всего, у вас просто уже больше серверов, а больше серверов всегда их поддерживать сложнее, да, там все равно за этим команде поддержки, команде DevOps и так далее. Те, кто занимается инфраструктурой, им сложнее за этим следить. Значит, частота обновления данных на самом деле еще реже, чем в стандартном режиме. Почему так? Потому что требуется время на синхронизацию кластера. Для того, чтобы данные успели попасть на вторую ноду, ну, в общем, это требует времени, да. Как только данные попадают, они через какой-то только промежуток времени реплицируются на вторую ноду. Поэтому если вы загружаете данные каждую минуту, да, то может оказаться так, что большую часть времени вот эта второстепенная нода занимается не обработкой запросов, а занимается тем, что просто пытается постоянно реплицировать эти данные из primary ноды. И поэтому, скорее всего, ну, и поэтому количество полных перезагрузок данных, оно еще меньше. Но, опять же, здесь нет жестких ограничений, и надо учитывать все параметры, о которых вот я до этого рассказывал. Значит, давайте теперь, давайте я посмотрю вопросы. Добавление второй ноды VQB не имеет смысла в случае использования метода доступа Rolab. Ну, по большей части, да, потому что, скорее всего, bottleneck-ом будет Rolab. И я, кстати, об этом сейчас дальше буду рассказывать. Так. А, ну, этот... Ой, извиняюсь, я не тот нажал. Сколько времени занимается синхронизация? Как зависит количество secondary нод? На самом деле, ну, тут сложно, опять же, сказать. Очень много параметров. То есть это могут быть секунды, могут быть минуты. На самом деле там используются механизмы... То есть там не полностью он перегружает, да, он перегружает все-таки, ну, разницу. То есть он не полностью, все файлы... То есть у вас там 100 гигабайт, он не все 100 гигабайт будет пересылать там на secondary нодов. Но это зависит от того, насколько там вот эти патчи будут пересылаемы между primary и secondary, они насколько будут минимальны, да. То есть насколько сильно поменялось, поменялись данные там при перезагрузке там и так далее. Конечно, вот количество нод зависит. То есть просто если вы добавляете еще одну ноду, банально у вас там нагрузка на сеть может вырасти там в два раза. Но в целом не сильно это добавляет каких-то проблем с точки зрения primary. Но тут нужно мерить. Тут сложно сказать вот так вот без других параметров. Но это могут быть секунды, могут быть минуты. Я вот так могу сказать. Есть ли ограничения по количеству secondary нод? Ну, какого-то жесткого ограничения на самом деле нету. Но скажу честно, что больше там, вот сейчас боюсь соврать, по-моему, больше пяти мы не устанавливали реально. Но могу ошибаться на самом деле. Если у вас больше просьба связаться, нам интересны на самом деле все эти кейсы. То есть мы в принципе сейчас движемся в сторону, в том числе в сторону вот больших данных, в сторону сложных кейсов. Поэтому если у вас сложный кейс, мы готовы связаться и проконсультироваться. Потому что нам самим интересно разобраться, что вы делаете и как мы можем вам помочь. Гардионтальная масштабирование исключительно для распределения нагрузки от пользователей. Можно как-то объем данных распределить. Об этом тоже расскажу, но забегая вперед, шардирования в режиме V-Cube и memory нет. Поэтому вы не сможете часть данных загрузить, там, не знаю, вот здоровенная таблица фактов, и вы ее на 10 шардов побили. Вот так делать нельзя. Скорее, особенно я вижу 5 терабайт, если это реально 5 терабайт аналитических данных, я вам сразу могу сказать, что это, скорее всего, кейс Rolapa, кейс Clickhouse, Arended Quick Marts или Greenplama. В общем, нужно смотреть, но, скорее всего, это просто кейс не in memory. Можно ли как-то управлять балансировкой в кластере? Одних постик пролит на одну ноту, других на вторую. Из коробки нет. Система автоматически сама решает, на какой кластер какой запрос послать. Но, в принципе, если вы там разбираетесь во всяких докерах, во всяких Nginx и так далее, я думаю, что конкретно под проект можно что-то такое вам своими силами сделать. Но нужно смотреть. То есть из коробки нет. Внешними инструментами, возможно, как-то можно, но надо думать, надо смотреть, какие правила. То есть исходя из чего вы хотите отправлять балансировку на одну ноту и других на другую. То есть то ли это какой-то отдел. То есть вы хотите балансировку на одну ноту, другого отдела на другую. То есть нужно здесь анализировать и смотреть. Резюмируя, с коробки нельзя, с внешними инструментами, скорее всего, можно. Но нужно проверять. Можно ли разносить различные процессы по нотам? Например, замедлить с пользователями дешбордами на одной ноте, а работать по нулям данных. Но это, на самом деле, очень похожий вопрос на первый в нашем случае. То есть управление моделью данных, вот сразу скажу, то, что вы загружаете модель, изменяете ее, удаляете и так далее, это всегда primary нода. Чтение из всех нод. Значит, когда вы создаете дешборды, вы работаете сразу со всеми нодами. Когда вы именно только UI меняете, там, отчет дешборда, вы всегда работаете со всеми нодами. Но из коробки нельзя сделать так, чтобы там пользователи с дешбордами на одной ноде, а по данным на другой. Но тут есть, опять же, возможность это делать как-то сторонними инструментами. Так, давайте я перейду к третьему варианту. Третий вариант – это rollup, pushdown, direct discovery, direct query. В общем-то, все вот аналоги можно назвать по-разному. Но основной смысл в том, что в этом режиме мы пробрасываем запросы на источник, на ваше хранилище. Значит, предположим, что у нас есть все так же много пользователей, и мы теперь не храним данные. Да, там даже вопрос был. Значит, в этом случае VQ не нужен. Он не нужен, но от VQ остается модель данных. То есть VQ продолжает работать, но он продолжает работать с точки зрения того, что он хранит вот это вот поверх метамодель описания. Ну, так же, как там Power BI, Tabular Object Model, он же никуда не девается, даже когда у вас direct query настроен. Вот здесь ровно та же история. Соответственно, у нас есть вот эта вот нода, которая на самом деле уже почти точно в 99% не является bottleneck никогда. Да, bottleneck является обычное хранилище, которое, скорее всего, уже большое, потому что, ну, скорее всего, у вас кейс был такой, что в память что-то не поместилось, либо частота обновлений очень там частая. Ну, и так я расскажу, когда вообще бывают случаи использования вот этого RELAP режима. Но в 99% случаев bottleneck именно вот здесь. И это, кстати, является сложностью для того, кто это внедряет. То есть теперь платформа не так сильно отвечает за то, как быстро будет работать это хранение. Да, мы все еще пытаемся там, если это ClickHouse, то там оптимальные запросы именно в ClickHouse послать. Но я бы сказал, что больше, ну, то есть сильнее намного влияет не то, какой запрос SQL был, он тоже влияет, но, на мой взгляд, больше влияет то, какую модель вы внутри вашего хранилища сделали. Да, то есть если это ClickHouse, то какие индексы сортировочные вы создали, какие engine таблиц использовали. А использовали ли вы dictionary таблицы для кейса, там, RELAP, да? А какая кардинальность данных? А правильно ли вы типа данных выбрали? А храните ли вы строчки там в режиме low cardinality, например, для того, чтобы быстро по ним работала группировка? А правильно ли вы шардировали данные? Правильно ли вы реплицировали, если у вас несколько? А правильно ли вы вставляете данные в этот ClickHouse? Ну, и так далее, и тому подобное. И тут вот эта вот часть быстрой обработки, она уже ложится на ваши плечи, и ваша уже, получается, задача или задача того, кто вам это хранилище, BI, ну, именно, вот BI мы их делаем. И их, на самом деле, по большей части задача сделать так, чтобы оно работало быстро. И тут не надо ждать, что любая BI-платформа, она вдруг возьмет и волшебным образом там сгенерирует суперклассный SQL-запрос, и все начнет быстро летать. Нет, это никогда не будет. Важно то, как именно вы оптимизировали ваше конкретное хранилище. И это очень сложно, и работа, ну, она там, сложно или нет, зависит от вашего случая, но точно придется этим заниматься. И тратить на это время, и это поддерживать, и так далее. Соответственно, какие преимущества? Если вы используете ваше хранилище, я буду дальше на примере кликхауса или аренда такой к Мартс рассказывать. Вы можете обрабатывать намного больше теперь, конечно, объем данных, просто потому что вы теперь можете данные хранить на диске, плюс у вас появляется возможность вот этого самого шардирования, о котором спрашивали. То есть вы теперь можете загрузить хоть терабайт, хоть 10 терабайт, хоть 100 терабайт, главным образом правильно это все отшардировать. Но не нужно забывать, что все равно требования к оперативной памяти, они довольно высоки в любом хранилище, даже если он на диске хранит. Потому что запросы начинают намного быстрее работать, когда ваши данные хорошо помещаются в пейдж-кэш операционной системы. То есть если у вас очень частый запрос к одним и тем же данным, то сама операционная система будет самые часто используемые данные на файлах хранить в оперативной памяти. И на самом деле она будет, если вы там условно открываете один и тот же дешборд, и он там плюс-минус одни и те же данные все время с диска обсчитывает, то, скорее всего, вы будете, то есть система будет эти данные уже рассчитывать прямо в оперативной памяти. То есть даже к диску не будет обращаться. Поэтому даже если у вас диски, то чем больше оперативной памяти, тем больше пейдж-кэша сформирует операционную систему, и тем быстрее запросы будут работать. То есть реально там скорость в 10 раз может быть выше, если у вас данные будут помещаться в пейдж-кэш. Поэтому не нужно ожидать, что дисковые базы данных нет требовательны к оперативной памяти. Если для вас важна скорость обработки запросов, это все также очень важно. Но все равно он менее требователен, да, то есть все-таки вы можете любые данные там загрузить, пускай они будут, может, медленнее выполняться, но они все равно будут выполняться. Ну, в худшем случае будут каждый раз из диска доставаться, будут дольше считаться, но в итоге они будут обработаны. Ну, и этот режим более требует к дисковой системе, потому что, ну, теперь вам... То есть если в режиме InMemory, вам не обязательно иметь там NVMe диск или кинуть SSD очень быстрые, потому что на скорость обработки аналитических запросов это не сильно влияет. Это влияет, там, я не знаю, на создание снапшотов, там, на скорость подъема данных из снапшотов, кооперативную память и так далее. Но на непосредственно обработку аналитических запросов это почти не влияет. А в случае дисков, дисковой базы данных, которая работает на диске, это будет влиять. Поэтому будьте готовы, что надо будет покупать какие-нибудь хорошие SSD, а лучше NVMe диски с именно там быстрым доступом на чтение, на запись и так далее. Значит, когда еще важен и интересен кейс пушдауна, когда у вас есть не real-time режим или real-time, ну, потому что вам не нужно ничего в InMemory перегружать. И если вы, например, очень часто и очень много добавляете или апдейтите данные в вашем хранилище, например, там, в том же ClickHouse, то вы будете открывать дэшборд и видеть данные прям актуальные на конкретный момент времени, вот когда вы открыли дэшборд. Ну, это часто реально нужно, там, какая-нибудь оперативная аналитика, хотя тоже нужно как бы все-таки это разделять. То есть если вы грузите терабайты памяти, ну, терабайты данных, то а реально ли вам нужна оперативная аналитика по этому терабайту? Возможно, вам следует разделить слой вот real-time от слоя как бы исторического, да, и как бы хранить это по-разному, и на дэшборд где-то визуализировать по-разному там и так далее. Ну, это как бы отдельная, наверное, история. Но это нужно тоже учитывать. То есть потому что, ну, если вы сделаете на всех терабайтах real-time, ну, это будет, возможно, не так быстро работать, да, как если бы вы сделали какую-нибудь табличку для real-time, которая там содержит, не знаю, там, последний день или последнюю, там, неделю, а все остальные данные вы бы хранили совершенно там в другой, например, таблице, как-то там к ней не обращались так часто и не агрегировали бы ее полностью каждый раз в режиме real-time. И еще часто это нужно, когда вот режим именно, режим real-time, когда у вас есть уже готовые витрины. То есть вы, у вас уже существует там, не знаю, в какой-нибудь базе созданная витрина, и вы не хотите ее еще куда-то перезагружать, еще какое-то хранилище, еще там память использовать и так далее. В этом режиме вы можете подключиться в режиме roll-up. Еще это делают, когда хотят уйти от вендор-лока по хранению, да, вот этих данных. То есть вы хотите сделать там в каком-нибудь open-source, в том же click-house свои BI-витрины и быть уверенными в том, что даже в случае перехода на другую там BI-платформу и так далее, у вас сильно-то ничего не поменяется. То есть как минимум ваши BI-витрины, они останутся теми же, они будут уже оптимизированы там в контексте click-house, запроса, и там даже если там здесь SQL-запросы будут из другой BI-ки посылаться не так оптимально, но все равно как бы как минимум там модель будет сформирована правильно, таблички там правильный индекс иметь, оно уже все будет относительно быстро работать, и время на переход уже будет минимальным на самом деле. Значит, но есть и недостатки, конечно. Значит, во-первых, более сложная настройка и поддержка. Еще более сложная, потому что, ну, тут вам теперь придется отвечать еще и за хранилища дополнительное, которое будет хранить BI-витрины. Еще нужно будет, вот как я уже рассказывал, там уделять время тому, чтобы разбираться в этом, в click-house, например, там его разбираться, как индексы построить, там, как таблицы зашардировать, как их сжимать, какие типы данных выбирать, какие энджины выбирать, следить за тем, чтобы там реплики не разъезжались, следить за тем, чтобы там какой-нибудь Zookeeper хорошо работал, потому что, ну, любая система, которая требует репликацию, она требует еще и там, ну, то есть, например, в click-house репликация работает с помощью Zookeeper. Они даже, по-моему, сейчас свой разработали click-house, так называемый, кипер, который прям строен в click-house, это сильно упрощает, но тем не менее. То есть, вот это все требует, конечно, квалификации и поддержки. Ну, и это, на самом деле, не только там про click-house, и тот же Postgres, не знаю, Postgres Pro, Arena Data, в любом случае вам требуется еще время на то, чтобы этим всем управлять и время, и компетенция. Когда мы говорим про малый объем, относительно малый, имея в виду тот, который бы поместился в оперативную память, то в этом режиме будет работать медленнее. Даже если вы там идеально спроектируете витрины, ну, все равно, скорее всего, это будет медленнее, пускай там в разы это может быть медленнее, да, но все равно, скорее всего, внешняя база данных, она будет не так быстро работать. Но это справедливо для любой системы, да, то есть возьмем, опять же, тот же Power BI, там есть даже всякие статьи и там информация, и пытались там сравнивать даже SQL Server, если очень оптимально в SQL Server построить витрины, как бы SQL Server в микрософтовском, в общем-то, кажется нативным, да, для Postgres, если его настроить в режиме Direct Query и супер его оптимизировать, я не про анализы сервиса говорю, я именно про вот SQL Server, то все равно там будет проигрыш, то есть от этого никуда не уйти. Но его можно стараться минимизировать, и довольно сильно можно минимизировать. Ну, есть ограничения части функциональности вот в таком режиме. Ну, просто потому что теперь база данных, она не в нашем периметре живет, а снаружи, ну, поэтому часть вещей нам реализовать архитектурно сложно. Ну, это как бы стандартное, на самом деле, ограничение. То есть опять возвращаясь в тот же Power BI, возвращаясь в клик, где еще хуже Direct Discovery, на самом деле, там много ограничений есть, и в режиме Direct Query, например, не все вещи сможете делать в том же DAX, там и так далее. Да, там есть варианты примудительно эти ограничения или часть этих ограничений убрать, но это очень сильно начинает бить по производительности обычно. Ну, просто потому что архитектурно это разные системы, их синтегрировать намного сложнее. Значит, вот это такая сводная таблица этих трех режимов. Из важного, что еще стоит добавить, наверное, это про вот это вот ограничение как раз по функциональности. То есть помимо того, что скорость обработки в Pushdown, в Rolup, она помедленнее, еще и не все функции поддерживаются. Сейчас, на данный момент, не поддерживается накопленный итог, не поддерживаются итоги под итоги, и не поддерживается фискальный календарь, но на самом деле мы работаем над этим, мы будем это развивать, ну и часть вот этих вещей, скорее всего, должна выправиться и быть реализуема на Pushdown. Но, скорее всего, это, конечно, будет работать медленнее, чем вот в таком режиме. Значит, по объему данных проговорили. Значит, в режиме VQB это оперативная память, где Pushdown это уже ограничено вашим диском, производительность чуть ниже, по функциональности есть ограничение потребления оперативной памяти выше в InMemory, шардирование, вот еще раз, значит, у нас в InMemory нету в режиме Rolup, в какую году можете шардирование настроить, это от нас не так зависит. Частота обновления, это вот на сингл-ноде, это десятки раз в день, в кластере поменьше, потому что требуется асинхронная репликация. В Pushdown это почти реал-тайм режим. Может быть, ну, если вы постоянно свое хранилище обновляете. Сложность настройки поддержки самая минимальная в режиме сингл-нода, посложнее в кластере, потому что еще надо теперь кластером управлять и следить за ним. В случае Pushdown еще добавляется датабейс-инженер, ну, и вообще нужна квалификация людей, которые теперь должны разбираться. То есть это либо ваши какие-то люди, которых вы должны искать, которые разбираются в том или ином хранилище, либо привлекать сторонние организации, например, Arena Data, которые либо научат, как это делать, наверное, либо помогут прямо это внедрить правильно и будут за это отвечать. Кстати, мы с ними... У нас с Arena Data есть и общие семинары, там, партнерство и так далее. Можно тоже... Вот у нас много информации и в YouTube, и на Хабре, и в наших Telegram-чатах. Можете зайти. Многие вещи, на самом деле, о которых я рассказываю, они там есть более детально расписаны, рассказаны, и семинары, и так далее. То есть все это можно изучать. Там и про Arena Data, и как с ними интегрироваться, и прям всякие там питоны, и для продвинутых аналитиков, и по функциональности, и релизы мы постоянно рассказываем и публикуем, что нового появилось. Поэтому просьба туда заходить, смотреть, если что-то непонятно. Ну и документация, да, документация тоже у нас доступна публично, ее можно все изучить, и многие вещи станут понятны. Ну и требования к системе хранения. Системе хранения, это имеется в виду к дискам. Ну, уже сказал, да, то есть на время выполнения запросов не сильно влияет, влияет на снапшоты, там, и так далее. А вот в режиме пушдауна, если вы используете дисковую базу данных, то, конечно, будет влиять. Кстати, такие есть странные, но интересные кейсы, когда даже там базы данных, которые работают на диске, их тоже можно поднимать в мемори. Но это так скорее ради интереса, но такие кейсы тоже бывают. Но 99% это использование диска, и повышенные требования к дисковой системе. Давайте я... Да, Никита, там есть вопросы, скопились. Да. Можно ли совмещать режимы InMemory и Rolab? Да, можно. Я рассказал. Давайте еще раз расскажу. В рамках одного дешборда, одного отчета, одного листа, одного отчета вы можете комбинировать эти режимы. Вы можете, например, настроить отчет, в котором есть график, который в InMemory, то есть данные, для которого хранятся в InMemory, и, например, табличка с пейджингом, с детальной информацией, которая смотрит в Rolab, получает данные из Rolab. Например, какой-то детальный слой, вы хотите там кликать на какую-нибудь категорию или еще на что-то, и данные вот в этой Rolab таблицы, они автоматически профильтруются. Вот так можно делать. Даже в рамках одного виджета можно настроить эти вещи, но начинают возникать проблемы тогда, когда вы захотите джойнить, например, как-то очень сложно эти данные в рамках одного запроса. Вот так делать нельзя. То есть там как-то очень сложно сгруппировать и совместить эти режимы. Нет, но в таком режиме, что посчитали, а потом склеили эти значения, или там поставили общий фильтр на них, вот такое делать можно. И более того, аналитику не нужно вот для таких простых кейсов понимать. Это in-memory Rolab. Он будет видеть вот эту самую мета-модель, о которой я рассказывал, и в терминах ее он будет работать. Ну, по сути, это вот тот же, я так понимаю, вопрос. Есть ли гибридный режим Node, чтобы управленческие отчеты-охранительные номеры оперативно тянулись из BD? Да, есть. То есть тут еще проще, если у вас прям разные отчеты даже, а не в рамках одного отчета, то все очень просто. То есть просто один дэшборд смотрит на одни таблички, другой на другие, и все хорошо работает. In-memory обновляется там, я не знаю, раз в день, пару раз в день, оперативные, постоянные, из вашего хранилища тянутся. Ну, еще, кстати, часто делают это для, ну, тоже, да, действительно, для разделения нагрузки, да, то есть у вас, например, есть какие-то сводные отчеты, которые чаще всего смотрят, но там мало фильтров, малая кардинальность. Вот их лучше в in-memory поместить, потому что они очень быстро будут на большом количестве конкурентов пользователей работать. А какие-нибудь более сложные вещи, какие-то более глубокие вещи, которые не так много пользователей смотрят, но хотя бы поглубже там данные поизучать, вот их можно хранить уже в режиме, ну, то есть использовать в режиме RALAB. Возникают ли какие-нибудь ограничения? Возникают вот, о которых я сказал, это накопленный итог, это итоги под итоги, это фискальный календарь. Вот это сейчас не работает в режиме FUSDAL. Но мы в этом направлении движемся, и в этом направлении работаем, и будут здесь улучшения. Еще, это с точки зрения дешбордов, то есть с точки зрения визуальной части, да, вы особо не... Вам особо нет разницы, это RALAB или не RALAB. Разница возникает, когда у вас, на самом деле, идет настройка данных. То есть сразу скажу, что режим in-memory, он весь настраивается легко, из UI, прям кнопочками. В режиме RALAB вам нужно настроить маппинг. Вот этот маппинг между вашим хранилищем и нашими таблицами. То есть таблицы вот в слое... Давайте я вернусь все-таки. Вот этот SQL backend. У нас хранится мета-описание этих таблиц. И где-то нужно хранить маппинг между вот таблицами мета-описания и таблицами вашими в вашем хранилище. Вот этот маппинг, он в данный момент не настраивается в UI. В данный момент этот маппинг вам нужно настроить конфигом. Вы это можете сделать в том числе через REST API. То есть вы можете там в вашем ETL этот конфиг настроить, ну или просто зайти и там через REST API его поменять. Но это придется делать не из UI, это придется делать вот каким-то таким... таким подходом, да, без UI. Но если вы этот конфиг один раз настроили, просто маппинг этих таблиц. То есть поверх этих таблиц уже модель данных вы можете динамически менять, не прибегая к изменению этого конфига. То есть, например, вы там не так связь настроили или там измерения хотите добавить или как-то какой-то показатель поменять или еще что-то, да. То есть то, что не требует изменения в этом маппинге между таблицами, это все делается уже в интерфейсе, кнопочками и так далее. Но этот маппинг нужно проводить с помощью конфигов. Можно помимо фискального календаря настроить ось дат и времени, чтобы день сменялся? Нет. Сейчас подумаю. Скорее всего, то есть, смотрите, в платформе, вот это, наверное, больше про функциональную часть, не про архитектуру, но тем не менее, да, у нас есть встроенный календарь. Да, то есть вот, например, я знаю в Power BI, там он как бы, он либо автоматически может сгенерироваться как-то, либо ты прям вручную создаешь таблички с календарем и их связываешь. Вот у нас платформа вшит по умолчанию календарь, он как бы единый такой на все там группы показателей, на все таблицы фактов. Там можно ролевые всякие штуки настраивать. Но вот в этом вшитом календаре, есть только фискальный там календарь, можно специальным образом настроить именно какие конкретно дни рабочие, какие не рабочие. Это тоже вы можете динамически настраивать. Но начало дня вы настраивать не можете. Вот из UI. Поэтому здесь есть два варианта. Либо вы загружаете даты, да, так, чтобы у вас там... То есть если вы загружаете даты, то вам нужно прям на уровне загрузки данных менять дату там в зависимости от времени и грузить ее, например, отдельным столбцом, если вы по дате смотрите. Либо вам нужно создавать отдельную таблицу с отдельным и там хранить вот все эти... Всю эту информацию, ее уже связывать. Вот как-то так. То есть скорее это на уровне хранилища и на уровне подготовки вашей модели данных. Значит, в рамках сервера возможно только одна метамодель YouTube или можно создавать несколько. В рамках сервера можно создавать одну метамодель. Значит, что... Но модель включает в себя... Я вот сейчас перейду в интерфейс настройки как раз этой модели. Модель в себя может включать много групп показателей. По сути, это таблицы факторов. И много измерений, да. Много таблиц, описаний, в какой последовательности загружать, права, описание прав доступа и так далее. Но эта модель одна в рамках одного сервера. Если вы хотите очень жестко разделить прямо эти модели, то это просто еще один инстанс нужно поднимать. Так. Давайте дальше. Да, давайте перейдем к вариантам сложных интерпрайс-решениях развертки. Есть возможности, и мы работаем, и продолжаем работать над тем, чтобы упростить работы в сложных решениях. Когда у вас есть, например, контур-разработки, когда у вас есть контур-тестирование, отдельный контур-аналитиков, бизнес-пользователей. Когда у вас есть закрытый контур и резервный, на всякий случай. Платформа имеет возможность развертки в таких контурах, и есть реальный кейс, реальные проекты, где так делают. Чуть-чуть, да, вот остановлюсь, что сюда еще входит. Значит, есть возможности переноса между контурами, то есть есть прям вы можете из UI выгрузить, например, ваши отчеты, посмотреть, какие отчеты связаны с какими, с какой частью данных. Вы можете выгрузить, например, три отчета, и все связанные с ними метамодель, все связаны с ними метамодели, все связаны с ними таблицами. А можете выгрузить, например, только дешборды, связанные с метамодель, а потом на продакшене перегрузить эти данные. Ну, к примеру, у вас в режиме разработки вы, разработчики, смотрят на данные. То есть метамодель единая в проде и в разработке, но сами данные отличаются. Ну, например, в проде у вас там много данных, а разработки меньше. Или в проде у вас какие-нибудь там с точки зрения безопасности, там одни данные в разработке вы не хотите, вы как-то там меняете, и в разработке другие данные, чтобы там не утекали они как-то с точки зрения безопасности. Вот все эти кейсы мы стараемся поддерживать. Вы можете перенести либо с данными между контрами, либо без данных только метамодель, либо только отчеты. И это доступно из UI. То есть вы можете выгрузить из одного и загрузить в другой. Либо есть REST API, опять же, публичный, с помощью которого вы тоже это можете сделать. Какой-нибудь там настрой CICD, переноса. Вот с помощью REST API это можно сделать. Можете даже там выгружать это и периодически там складывать куда-то в систему контроля версии свою для того, чтобы там хранить историю изменения этой метамодели, хранить историю изменения дешбордов вот с помощью именно вот этой функциональности, но через REST API все-таки, но вы это можете сделать. Значит, дальше имеется вот еще, наверное, важно сказать, что есть возможность запуска платформы полностью без выхода в интернет. Это часто бывает нужно, когда высокие требования к безопасности и в каком-то контуре просто нет доступа в интернет. И, ну, бывает такое, что в некоторых системах это в принципе невозможно делать. Они там должны иметь доступ в интернет для каких-то вещей. Вот у нас можно развернуть совсем без доступа. Значит, что я еще хочу сказать. Значит, по поводу того, на каких операционных системах это можно развернуть. Это можно развернуть, во-первых, на таких известных операционных Linux-системах вроде Ubuntu, вроде CentOS. Но можно также развернуть на российских операционных системах, в том числе, которые вот именно редакции FSTEC. FSTEC – это вот про безопасность. Это федеральная служба, которая как раз контролирует, что во всей системе там удовлетворяли требованиям безопасности. Соответственно, у них есть редакции, точнее, у них есть редакции, а если у вас система, которая попадает под законодательство и требует вот наличия этих сертификатов, то вы в большей части должны так или иначе стараться использовать те системы, у которых есть вот эти самые сертификаты. Иначе просто будет очень сложно провести аттестацию вашего решения. Ну и вот мы как раз тестируемся на вот этих российских операционных системах, которые вот в FSTEC именно есть, на них. Ну и, соответственно, тестируем нашу систему, и она имеет возможность установки. Помимо этого, мы входим в единый реестр отечественного ПО с Arena Data, с 1S, у нас есть коннектор, с Postgres Pro. Ну вот я так или иначе это уже упомянул. Ну и у нас есть, в общем-то, сертификат доверия в стек по шестому уровню доверия. Мы уже его даже там обновили, то есть, ну и будем обновлять на самом деле, но потому что это такой процесс не окончательный, он требует постоянного обновления. Но тут еще важный момент хочу сказать, что на мой личный взгляд даже не так важен сертификат, как, ну он тоже важен, но еще очень важно это то, что платформа в принципе прошла тестирование по безопасности. То есть, специалисты в области информационной безопасности протестировали и тестируют и продолжают тестировать эту платформу. И мы обязаны в случае наличия, мы, во-первых, обязаны постоянно искать уязвимости, да, и в случае нахождения этих уязвимостей мы обязаны всегда платформу обновлять, уведомлять там тех, у кого эти уязвимости потенциально могут быть и так далее. То есть, это такой процесс, наверное, больше про реальную безопасность. То есть, сертификат с сертификатом, но важно еще сказать, что нашу платформу реально тестировали специалисты в области информационной безопасности и там находили уязвимости, которые мы правили и так далее. То есть, даже вот буквально там недавно, не знаю, может быть, кто в курсе или нет, вот в Java, да, там такая известная найдена была уязвимость, по-моему, в Log4G, и сразу вот у нас была как бы гипотеза, что у нас тоже эта уязвимость может потенциально быть, но, к счастью, мы удостоверились и прошли тестирование, что там ничего такого нету. Этой уязвимости у нас конкретно в нашем случае нет. Но мы, вот опять же скажу, обязаны это проверять. Значит, дальше у меня несколько тем, которые требуют такой небольшой демонстрации. Значит, если вернуться к вот этой изначальной схеме, здесь есть вот пункт по интеграции с каталогом пользователей. И это на самом деле важный пункт, он часто является предметом вопросов. Давайте сейчас я тогда на вопрос позже отвечу. По авторизации пройдусь сначала. Значит, кто не знаком с платформой, я сейчас в детали управления прав доступа вникать не буду, но основной смысл, что здесь есть, что у нас есть row-level security, у нас есть object-level security. У нас есть разграничение, ну, object — это там показатели, групп-показатели, бешборды и так далее. Все это настраивается через интерфейс, и там много разных есть интересных вещей, которые мы поддерживаем, но это не тема моего доклада, это вот я сейчас расскажу про точки интеграции, да, что важно в контексте интеграции с системами. Значит, все вот эти вот все права, их можно настраивать, и самое главное, эти права, все и object-level, и row-level security можно очень гибко интегрировать с вашей системой там авторизации. Значит, какие системы авторизации мы поддерживаем? Значит, первое — это внутренняя авторизация. Внутренняя авторизация означает, что все пользователи, их там пароли, их роли, их там атрибуты, имена, имейлы и все остальное, но они полностью хранятся в платформе, и вы в платформе их полностью создаете, управляете ими и так далее. Это нужно обычно в кейсах, когда платформа такая изолированная и никак не должна интегрироваться с внешними системами авторизации. Второй режим — это внутренняя авторизация плюс LDAP. В этом режиме пользователь вводит логин-пароль всегда, то есть это не single sign-on с внешним каким-то сервисом авторизации. В этом случае есть как пользователи, которые внутри, вот как в первом режиме, так и пользователи, которые, вводя свой логин-пароль, вводят на самом деле логин-пароль к своему LDAP, ну, то есть к системе LDAP, к AD, например. И у каждого пользователя есть просто флаг, то ли он внутренний, то ли он вот через LDAP. В этом случае все права пользователя можно смаппить из внешнего AD сервера. Я про это сейчас дальше расскажу. Но мы сейчас, эти оба варианта были, один внутренний, другой внутренний, то есть внешний, но без single sign-on с вашим каким-то решением. Значит, single sign-on начинается с OpenID Connect. В этом режиме вы уже можете, когда вы его настроили, то платформа, в принципе, не перестает хранить какие-то пароли, там, ну, соответствие логинов она продолжает хранить, но пароли уже не хранит. В этом случае, вы когда ходите на платформу, вы не вводите никакой логин-пароль, вы автоматически, либо если вы еще не авторизованно, перенаправляетесь в ваше окно авторизации, в вашей системе авторизации, либо если вы там уже залогинены, например, то вы автоматически просто, эта система авторизуется, и вы даже не замечаете вот этот процесс авторизации. Single sign-on в том числе интересен еще и когда вы хотите встраивать дешборды, то есть ваши какие-то порталы. То есть вы, ну, это тоже часто очень есть, когда у вас есть какой-то уже портал, либо вы какой-то кастомный портал хотите разработать, и хотите вот встраивать не весь наш портал с шапкой, там с навигацией, со всем остальным, с каталогом пользователей, а вы хотите встроить только часть вот визуализации. То есть вы можете строить либо лист отдельный на этом дешборде, либо весь дешборд с вот переключалкой листов. Вы это можете встроить в виде айфрейма на свой портал. И в этом случае вам как раз нужен single sign-on для того, чтобы пользователь потом, авторизуясь в вашем портале, еще раз не вводил логин, пароль внутри вот айфрейма и внутри того дешборда, который вы встроили. Соответственно, тоже режимом авторизации, который нужен для single sign-on, является Kerberos. Это виндовая авторизация, она работает, когда на уровне Windows, то есть вы авторизовавшись в Windows, откроя там портал наш или там встроенный дешборд в ваш портал, вы уже не будете никакой логин, пароль вводить, система автоматически поймет вашу учетную запись. Дальше важно сказать, что можно динамически настроить не просто аутентификацию, не только понимать, что это за пользователь, но еще и прокидывать его атрибуты в визиологи. Что это значит? Это значит, что, например, это валидно и для случая OpenID Connect, это похожим образом работает и для LDAP Kerberos, а вот давайте на примере OpenID Connect. Значит, вот здесь прямо в интерфейсе можно в вкладке сопоставления атрибутов динамически настраивать соответствие полей. То есть у нас в платформе, в портале еще где-то отображается, например, фамилия человека, его имя. Например, используется email для автоматической рассылки каких-то отчетов по расписанию Excel и PDF и так далее. И в вашей системе эти атрибуты могут храниться совершенно не так, как это там принято по стандарту. Не то что принято, а дефолтным является по стандарту. И здесь вы, соответственно, можете все это динамически настроить и с внешней системы динамически получить все эти показатели, там, атрибуты. Система при авторизации смапит это все, и там будет корректно заполнен email, имя, фамилия, отчество и так далее. Помимо вот таких атрибутов, которые влияют, во-первых, на отображение FIO и на рассылку отчетов email, есть еще другие атрибуты, которые влияют на raw-level security. Значит, что это значит? Это значит, что если в вашей системе авторизации вы храните какие-то специальные атрибуты пользователей, например, у пользователя есть название отдела. Или, например, у вас пользователю проставлен какой-то INN. Вот есть массив INN, с которыми может работать этот пользователь. Или там, не знаю, регион, да, географический регион, в котором он работает. И данные, по которому он может видеть, а данные других регионов он видеть не может. Вот вы можете в своей системе авторизации завести этот атрибут, проставлять его значение. И дальше вы можете добавить вот это самое сопоставление. И из вашей системы Visiology может получить этот атрибут, например, region, да, регион. И вы можете этот регион на уровне raw-level security дальше настраивать. И тоже это в интерфейсе происходит. И вы таким образом, вот пользователь вошел из региона Москва, например, да, и система на уровне raw-level security автоматически профильтрует все данные по Москве, по какому-то измерению, например, там, география или еще что-то. И он ни при каких обстоятельствах не увидит данные по, там, другим городам. И таким образом, для того, чтобы добавить нового пользователя или изменить ему, или добавить ему еще какой-то регион, вам в платформе ничего менять не нужно. Вам достаточно в вашей системе ввести вот учет этих отделов, этих пользователей, этих групп соответствия. Вам достаточно просто там добавить этот атрибут или поменять его, или удалить этот регион из этого пользователя, у этого пользователя, и тогда пользователь перестанет видеть или, наоборот, начнет видеть автоматически там те или иные данные. Значит, помимо raw-level security есть еще сопоставление ролей. Значит, также из внешних атрибутов вы можете сопоставлять роли. То есть вы, вот у вас есть там, например, какая-нибудь группа пользователей, которым отдел там или еще что-то, которому хотите назначить не конкретный там фильтр по атрибуту, а прям роль, и в рамках роли настроить какие-то права. Вы здесь это тоже можете сделать. То есть вы можете взять и сказать, что вот у пользователя там есть атрибут роль, и вот из этого атрибута я ее буду забирать. И, соответственно, дальше эта роль автоматически этому пользователю добавится, и вы уже сможете вот в интерфейсе заходить в роли и настраивать права конкретно этой роли уже там в рамках дешборда. То есть, например, вы можете дать этой роли просмотр каких-то дешбордов или редактирование каких-то дешбордов, или даже доступ к каким-то там табличкам, или даже в том числе настроить raw-level security внутри этой роли. Такой вариант тоже имеется. И также имеется возможность создания новых... ну, прописывание правил создания новых пользователей. Это нужно, когда у вас очень много пользователей в системе, 10 тысяч пользователей. А вот в периметр physiology, в периметр аналитики, вы хотите, в принципе, чтобы они не все далеко могли, в принципе, даже зайти, увидеть даже страничку, там, не знаю, первую, там, с порталом. То есть вы хотите ограничить факт вообще входа каких-то пользователей на платформу. Это тоже можно сделать, и здесь можно указать правило, по которому будет предоставлен вот этот вот первый самый доступ к платформе. Соответственно, если мы теперь перейдем от OpenIndyConnect к LDAP, LDAP — это, по сути, работает в случае внутренней авторизации плюс LDAP и в случае Kerberos. Здесь очень похожая история. Здесь точно так же можно описывать правила преобразования, там, для имя, фамилии, отчество для имейла, откуда брать. Также добавлять вот эти вот атрибуты, используемые в role-level security. Также прописывать правила сопоставления групп уже LDAP к ролям. И, ну, это на самом деле очень похожим образом работает с OpenIndyConnect, просто здесь специфика, специфика именно LDAP. Так, по авторизации, наверное, все. Детали, в принципе, можно изучить уже непосредственно в документациях или в демонстрациях функциональной части, потому что здесь много чего можно еще показать. Именно вот как настраиваются права, как они мапятся, потом как, например, настраиваются права в самой модели данных, да, то есть права доступа. Вот здесь, например, можно оставить фильтр role-level security на какое-то там номинование, дать доступ только к определенным табличкам, группам показателей и так далее. То есть это все работает, но, наверное, я это показывать не буду. Так, а я вот это ответил. Ладно, давайте. Наверное, с авторизацией все. Давайте я попробую ответить на вопросы. Планируете ли добавить коннектор к облаку? Мой склад. Я не знаю про такие планы, честно говоря, но что иметь в виду под коннектором, то есть это коннектор именно там с точки зрения сбора данных и модели данных, или это там, не знаю, какая-нибудь авторизация. Просьба, наверное, если для вас это для забора данных, понятно. Насколько я знаю, нет, в roadmap нашем такого нет, но, в принципе, если для вас это очень критично, можно обратиться, наверное, кроме, если это кейсы реально очень важны и нужны, может быть, мы его можем обсудить. Да, мои контакты есть на первой вкладке в чате. Напишите мне, и тогда рассматриваем индивидуальный порядок. Так, на этот вопрос ты, Рома, ответил. Да, был вопрос про подписчикную лицензию. У нас лицензия бессрочная, но есть оптимальная версия. Она подписчена сроком на один год. В принципе, в облаке можно развернуть. В частности, вот мы, свои пилоты, когда проводим из Яндекса облак. Да, давайте, осталось не так много пунктов. На самом деле, так, семинар у нас немаленький получается, но основные вещи еще расскажу. Значит, следующим пунктом, на котором хочу остановиться, это API разработчиков. По верхам пройдусь, что здесь есть. Вот сейчас перед вами открыта как раз документация к нашей платформе. Вот здесь есть для разработчиков пункт. Ну, тут много всего. Например, мы хотим в своем ETL управлять хранилищем, загружать данные, создавать бэкапы, снапшоты, импортить, экспортить, вот все-все-все, все, что с этим связано. Вот идем к VQB, документация VQB API, качаем ее. Она, соответственно, в формате OpenAPI, в формате Swagger будет доступна. То есть вот ее открываете, и видите здесь все, что вам потребуется. Это REST API. Что, например, можно делать в VQB? Можно настраивать права доступа, о которых я сейчас рассказывал. Можно менеджерить, управлять таблицей, создавать, удалять, колонки добавлять, изменять порядки сортировки, инкрементальную загрузку и так далее. Значит, дальше управлять снапшотами. Это вот то, о чем спрашивали, как самостоятельно снапшоты загрузить. Это все тоже можно сделать. Можно загрузить откуда-то. Можно взять из одной платформы, перенести снапшот и его загрузить, например. Это тоже можно сделать. Импортировать данные можно. То есть это в виде снапшотов, а это в виде уже конкретных табличек, например, в разрезе отдельных таблиц. Снапшот – это все, это права, таблицы, метамодели. А вот это именно касается конкретных таблиц. Можно управлять мета-структурой, создавать измерения, показатели, связи между ними. Удалять, получать, добавлять и так далее. Создавать загрузчики, выполнять загрузчики. То есть если, например, вот у нас есть возможность, например, настройки скедлинга по расписанию, а вам нужно по каким-то вашим особенным триггерам, которые у вас где-то там в ETL, ну там в каком-то вашем процессе, CICD прошиты, вы можете вот вызывать, создавать эти загрузчики и их динамически вызывать через REST API. Так, ну storage, наверное, тут не так интересно может быть. VQ, потом есть процесс, то есть если вы, например, хотите не моделью управлять, а прям запросы послать, вот, например, вот был вопрос про грей, как прогреть кэш, или там вы захотите, например, как-то обратиться к VQ, именно для того, чтобы посчитать какие-то там показатели. Это тоже можно сделать через, вот с помощью API выполнения запроса. По смарт-форумс, по вводу данных тоже есть отдельная история. Про вот сброс кэша данных, о том, о чем вы говорили, вот он спрашивали, точнее он вот задокументирован, как авторизацию получить. Ну то есть к REST API еще же, чтобы это все безопасно было, вам нужно как-то получить доступ, токен там и так далее, тоже все описано. Значит, помимо REST API, ну вот есть часть по питону, соответственно, здесь описано вот как раз то, о чем я говорил, как получить окружение, там, как они формируются и так далее, но я не буду на этом сейчас останавливаться. Еще важной частью является, то есть то, что мы говорили про REST API, это про больше сервер, про бэкэнд, про модель, но теперь, если у вас есть задача расширить визуализацию, какую-то кастомную сделать, какие-то пользовательские виджеты, кастомные виджеты, сложные, там, не знаю, логики на фронте именно реализовать, то у нас есть еще и JavaScript API. Он тоже в публичном доступе, с обратной совместимостью, и мы стараемся сюда, конечно, выносить те функции, которые реально чаще всего нужно в реальных проектах, в реальных кейсах, то есть мы всегда стараемся все-таки вместе с партнерами, вместе с заказчиками анализировать частые кейсы, которые не получается реализовать в платформе, те, что самые частые, мы, конечно, пытаемся всегда добавить в платформу, чтобы вообще не писать никакой код, но часто бывает, что все-таки он нужен, и вот для самых частых случаев мы вот... у нас есть вот этот API, который вы можете изучить, использовать, и не бояться, что он там поломается от версии к версии. К drilldown тоже вот есть функции всякие и так далее. Ну и полностью тут есть примеры создания, в том числе вы можете подключать внешние библиотеки, JavaScript, к примеру, вам там HighCharts не нравится, вы можете ChartJS подключить, ну и любую другую JS-библиотеку вы можете подключить. Всегда мы пишем, что меняется в API, что добавляется, чтобы вы там какую-то... какой-то функции вам не хватает, вы всегда могли понять, что там добавилось, чтобы, возможно, ее начать использовать. Так что да. Никель, пока из API не ушли, здесь есть вопрос. Есть ли какие-либо библиотеки на JavaScript, Python для работы с API на более абстрактном уровне? Я слышал, да, что на клике есть библиотеки. Я, честно, не знаю, как там это работает в деталях. Соответственно, в JS... Вот давайте просто примеры какие-нибудь покажу. Насколько это абстрактный уровень для вас, я не знаю. То есть это API, это не то, что там, не знаю, там зайди в виджет, поменяй какой-то код. Это про то, что вот передаешь там условно параметры виджета и там, например, подняться на один уровень вверх drilldown, да, это вот одна функция, там на один уровень вверх, да. Или там, например, установить какой-то фильтр. Это вот так выглядит. То есть вы просто передаете ссылку на виджет и просто передаете массив значений. Если вы хотите экспортировать дешборд в формате, вам не нужно кучу всего передавать, вы просто вызываете одну функцию, передаете формат. То есть насколько это абстрактный уровень конкретно для вас подходит, этот уровень абстракции, я, честно говоря, не знаю. То есть, наверное, стоит вам изучить и сравнить. И нам, кстати, будет интересно, если вы скажете потом, насколько сильно это отличается от того, что есть в библиотеках для кликсенса. Значит, в питоне, там история такая, что питоне передается окружение. То есть в питоне вы сразу получите значение фильтров на дешборде, авторизацию и так далее, значения какие-то и так далее. Но, соответственно, какие-то кастомные вещи вам придется писать кодом. Значит, это уже абстракт. Я имею в виду, нужно ли подключаться, генерить REST, передать JSON и так далее. Значит, в JS не нужно никакой REST API подключаться. То есть, например, вы хотите получить данные виджета, вы просто вызываете там получить данные конкретного виджета. То есть по REST-у в принципе в JS вы ничего, вот используя базовую функциональность, не должны делать. В случае, однако же, питона, если у вас задача, то есть вам в питон, как бы, основной кейс питона, на мой личный взгляд, это типа подключиться к какому-то источнику, или какую-то кастомную прям логику произвести. Какую-нибудь там модель, машину. Ну, там, я не знаю, питон, сложная модель. Реализовать и так далее. То есть в питон вам попадут фильтры там и так далее. Но если вам, например, из питона задача еще из VQB, что-то все-таки достать, то вот здесь придется обратиться к REST API VQB, для того, чтобы получить данные в питон. но часто делают еще по-другому. Например, создают виджет, да, как на него настраивают данные в VQB, прямо в интерфейсе. Его выносят за видимые пределы дешборда. Он как бы такой хост для данных становится. И вот его данные могут попасть в питон. То есть можно использовать как бы виджеты для промежуточного слоя доступа к данным. Ну, то есть тут нужно смотреть ваши конкретные кейсы. Возможно, вам понадобится и по REST API что-то слать. Возможно, нет. Так, API разработчиков. Значит, нагрузочное тестирование. Значит, я уже рассказал, да, как с моей стороны кажется, какие параметры влияют на то, как хорошо работает с точки зрения производительности и пропускной способности ваша модель, ваши дешборды. Но я еще хочу добавить, что мы постоянно сами проверяем нагрузочное тестирование платформу. И у нас есть несколько своих кейсов, на основе которых мы это проверяем. Эти кейсы, они как бы частично подсмотрены в проектах. То есть мы, конечно, стараемся не сами выдумывать какие-то ситуации, случаи и данные, а все-таки стараться именно на реальных кейсах это смотреть. Поэтому у нас свои поддерживаемые кейсы, но помимо этого... А, ну и вот так выглядит примером отчет по нагрузочному тестированию. То есть понятно, что... Вообще говоря, нагрузочное тестирование это дело непростое, и его нужно уметь правильно реализовывать. поэтому у нас есть скрипты. Мы используем G-Meter для написания нагрузочных скриптов. И мы этими скриптами можем делиться спокойно. То есть если у вас кейс произвести нагрузочное тестирование под ваш конкретный случай, пожалуйста, мы предоставляем эти скрипты. Но они, как я уже сказал, они под нашу модель данных. Но общие вещи там уже реализованы. То есть например авторизация уже у вас будет в скрипте она реализована, вам ее достаточно может быть чуть-чуть подредактировать. Случайная генерация выбранных фильтров. Потому что важно открывать все время, тестировать не открытие все время одних и тех же данных, потому что они просто в кэш начнут попадать. Вам нужно симулировать, чтобы какой-то процент аналитических запросов промахнулся мимо кэша и все-таки попал в Vcube или в ваше хранилище в случае Rolab. Потому что часто я вижу, что нагрузочное тестирование проводят так, что просто одни и те же запросы просто шлют, они все в кэш попадают, люди смотрят, радуются, что у них все очень быстро работает, а когда это попадает в реальную систему, где там все мимо кэша летит, потому что там 30 фильтров на дэшборде, все становится плохо. Поэтому вот такие вещи там тоже учтены, там можно задавать, например, какое количество процент условно, да, то есть там случайная генерация фильтров, случайные времена ожидания между запросами и можно настраивать, какой процент запросов должен промахнуться мимо кэша, какой процент запросов должен попасть в этот кэш. То есть вы должны в момент формирования вашего нагрузочного тестирования понять, что вот у меня 80%, например, будет промахиваться, да, вот потому что у меня там много фильтров и вряд ли там, то есть у меня там много фильтров и все кликают совершенно разные, да, тогда у вас там надо делать так, нагрузочный тест, чтобы он это учитывал. Поэтому все эти вещи мы в своем скрипте учитываем, поэтому если вы возьмете наш скрипт за основу, многие вещи уже будут разобраны, сделаны, и вы на основе него сможете уже более качественное тестирование провести. Ну и в принципе, если у вас реально сложный кейс, который требует нагрузочного тестирования, мы готовы консультировать, потому что нам самим интересны кейсы, именно когда у вас большие объемы, потому что мы в этом направлении движемся, и нам самим интересно это с точки зрения развития платформы. Поэтому просьба об этом писать и с нами связываться. Значит, про... Осталось у нас про... Я предлагаю так, я сейчас про мониторинг немножко расскажу. Никита, пока тестирование не ушли, здесь вот есть вопрос, для тестирования можно отключить кэш? Можно и так. Можно отключить. но вы тогда протестируете худшие возможные сценарии. Это в принципе... То есть это... В этом условии, если у вас тестирование пройдет, это значит, что и на реальной работе заработает. Но не факт, что в реальности кэш не будет использоваться. То есть возможно вы просто заложите намного больше железа, чем нужно, там, не знаю. Но в принципе это можно, да, это хороший вариант просто без кэша тестировать и все. Но на самом деле кэш может там в 10 раз улучшать ситуацию, поэтому тоже нужно учитывать. Ну и про мониторинг. Долго останавливаться на этом не буду. Я лишь скажу, что он есть встроенный, во-первых, в платформу. Да, то есть прямо от панели администрирования можно смотреть основные параметры в разрезе компонентов по оперативной памяти, по CPU и так далее. То есть вот, например, какой-нибудь сервис дешбордов или primary node Vkuba. Да, вот она, вот мы видим сейчас почти ничего. Ну, это тестовый стенд, на самом деле разработческий, он тут почти ничем не занимается, поэтому тут почти все по нулям. Ну, вот, в общем, такие-то вещи, смотреть там трафик, свободное место на диске, использование оперативной памяти и так далее. Ну, и плюс по метрикам и по событиям. То есть все события регистрируются в системе, вы можете по ним даже делать. Ну, во-первых, вы можете выбирать, по какому компоненту вы хотите смотреть события, происходящие в системе. Более того, вы можете там какие-то полнотекстовые даже поиски реализовывать. То есть ну, вот я хочу все, что там по админу найти в последнее время, все, что происходило. Ну, и вот он мне отметит там цветом все, что он нашел. Могу тут фильтровать эти события и так далее. Ну, и плюс есть возможность подключения и внешних систем регистрации событий и регистрации метрик. У нас используются там в основном это прометилсные протоколы, протоколы, значит, события у нас регистрируются в JSON-формате, они сохраняются в том числе в виде файлов, то есть вы можете к ним подключиться, их парсить, вашу систему мониторинга нацелить на эти файлы логов. То есть они в принципе структурированы, эти логи, вы можете там какую-то логику поверх этого делать, если она нужна. Ну, и метрики получать тоже. Чистоту использования конкретных дэшбордов можно из коробки где-то смотреть. из коробки по-моему мы такое до сих пор не сделали. Не знаю, может тут есть Влад или еще кто-то, кто помнит. Но, насколько я помню, нет, из коробки вот конкретно частоту просмотра дэшбордов посмотреть нельзя. Насчет того, если это... Это часто спрашивают. Насчет того, если это в roadmap или нет, я не уверен. Но такое можно сделать сторонними инструментами, то есть это обычно делают тем, что подключают просто сторонний инструмент. Вот, например, вот такой инструмент я знаю, подключали. И он очень легко подключается, и вы здесь можете как раз все эти штуки делать. Он умеет графики строить и смотреть частоту использования. То есть, ну, либо какую-то другую. То есть это сторонняя система, только так, это вот на данный момент, насколько я помню, можно сделать. Так, на самом деле у меня все. Если... Ром, у тебя есть что добавить? В принципе, вопросов больше нет. Да нет, Никита, ты все подробно рассказал. Да, так что, ну что, всем спасибо, спасибо за вопросы. В принципе, если есть вопросы, вы их можете задавать, не только здесь, я думаю, и в чатах, и, 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 так далее, я думаю, мы на их на все ответим. Да, есть какие-то вопросы возникают дополнительные, то можете прямо мне в почту писать, а я уже здесь с коллегами постараюсь ответить.